еще раз здравствуйте от меня представили но собственно рассказ у меня будет не только о южном берегу крыма когда у нас многие представляют это ялта алушта большая ялта иногда судак у меня еще будет и достаточно большой рассказ о восточном крыме даже вот восточный крым может быть в большей части потому что про юбк знают многие многие там отдыхали out восточный крым кроме феодосии знаком многим гораздо меньше вот и так давайте же начнем наше путешествие я думаю где-то в течение часа мы познакомимся с самыми разными интересными местами крыма что там необычного и удивительного вот карта полуострова наша новая российская территория которая пять лет прошли 6 лет назад уже седьмой год будет вошла в состав россии вернулась к нам и постепенно там начинает развиваться рекреационная область нашей экономики восстанавливаются курорты восстанавливается развивается инфраструктура сейчас в крыму отдыхать очень удобно основные районы вот мы знаем собственно наш центральный крым это город симферополь столице и его пригороды южный берег крыма вот от фороса большой ялты и до судака и восточный крым район феодосии район керчи тут сам вот этот вот кусочек как называется керченский полуостров и западный крым там где евпатория где у нас мыстор ханкут но вот про эти места я рассказывать сегодня не буду мечтаю сюда поехать попасть отдохнуть много всего интересного возможно дальнейшем тоже сделаю еще одну лекцию как же нам в крым попасть извиняюсь в интернете много карт туристических с достопримечательностями крыма вот крым интересен тем что там огромное количество и природных памятников можно посетить посмотреть заповедники заказники в крыму их несколько десятков основной вот это крымский заповедник это конечно же крымские горы это исторические объекты это старинные города знаменитые усадьбы дворцы крымские это на город герой севастополь город герой керчь бахчисарай с его дворцом и другим достопримечательностями которые рядом находятся пещерные города много-много всего интересного каждый найдет в крыму свое направление место он для себя и можно самое главное каш каждый раз приезжая в крым найти для себя что-то новое и понять что следующий раз хочет еще точнее хочется приехать в крым еще раз потому что наметились какие-то новые планы какие-то новые идеи и можно что-то еще новые для себя там открыть что-то интересное совершить знаменитые крымские пещеры которые находятся на плато ай-петри или рядом горе чатардак вот частность самой знаменитой есть пещера мраморный баир хасар это рядом с алушты куда вводят экскурсии там спелеологи открыли несколько сотен диких пещер куда они тоже опускаются на самом плато и петри есть несколько таких полу диких пещер где тоже можно с гидами там небольшие экскурсии небольшие маршрут где можно окунуться в мир подземной жизни повторюсь много много всего интересного и самые разные пляжи там главное в крыму есть и песчаные пляжи и галечные пляжи крупногалечные мелкогалечные на керченском полуострове огромное количество пляжей песок с ракушкой как правило этот все пляжи на азовском море знаменитые стрелки он частности арабатская стрелка одна из самых больших которая отделяет азовское море и севаж ну вот как то такая часть рассказа вот вот на как нам в крым попасть раньше все попадали как правило в крым через украину сейчас ввиду определенных политических ситуаций проезд очень затруднен если практически там не невозможен но у нас есть крымский мост и вот в крым можно попасть четырьмя способами здесь я выделил как бы на картинках три первое это конечно же аэрофлота но и другими авиакомпаниями в аэропорт города симферополя это нас пока что единственный аэропорт в крыму но сейчас его вот отстроили на месте старого появился огромный комфортабельный зал прилета вылета и рядом самое главное они построили вот несколько лет назад открыли огромный транспортный хаб очень удобно из-за аэропорта добираться в все крупные города крыма потому что и он расположен очень удобно вышел буквально из самолета прошел зал выхода 50 метров по крытым галереям дошел огромный автовокзал автобусы ходят буквально каждые пять минут начинается автосообщение с 6 утра вот мы в прошлом году ездили как раз поселок арджиникидзе было очень приятно и удобно то что мы прилетели в 4 часа немножко подождали в 6 утра была уже маршрутка от прямо получается от здания аэропорта и в 8 утра мы уже были на пляже позвонили хозяйке отеля там встречайте куда нам приходить куда заходить а мы где его мы уже стоим все около калитки мы уже приехали заселились он это один вариант набираться второй вариант через крымский мост либо с помощью железнодорожного транспорта в крым раньше ходило несколько всего поездов знаменитые двухэтажные поезда одноэтажные поезда которые до симферополя до севастополя но буквально в прошлом году запустили поезда во все основные города поезд идет теперь до евпатории поезд идет до феодосии и несколько поездов переходят в севастополь не только один из основных крупных городов материковой части россии потому что знаю ходит с мурманском поезд пустили с северного урала и сибири ходят поезда уже прям в крым это вот для наших дальних регионов можно добраться на автобусе и как вот раньше был собственно до того как пустили поезд было автобусное сообщение мы знаем что были вот эти сдвоенные билеты поезд плюс автобус сейчас из основных тоже городов от материковых крыма идут рейсовые автобусы из новороссийской из краснодара из ростова даже из москвы идет автобусу из мутищ прямо до до 7 дом то ли 2 боюсь ошибиться столь до севастополя только симферополя идет причем чуть больше суток и конечно же на личном транспорте четвертый способ добраться до крыма когда пользуются жители ближайших районов можно доехать до любого места крыма на машине повторюсь сейчас в крыму развивается инфраструктура восстановлены старые дороги построена трасса таврида которая колоссально улучшила качество автосообщения между керчью и симферополем а вот здесь вот она не показана она идет прямо ровной линии в обход города феодосии раньше когда он был мост 10 на карте к сожалению нет ехали по мосту до керчи и выезжали на старую трассу и упирались в город феодосии там были колоссальнейшие пробки сейчас когда пустили новую трассу она идет в обход города если кому нужно съехать все-таки на юг проезжает город а если кому нужно дальше в материковый крым они едут по вот этой новой трассе прекрасно без пробок с хорошей скоростью хорошее покрытие вот это тот четвертый способ который многие пользуются многие автолюбители любят и если они ездят уже здесь там по делам в москве в центральной россии то и на юг тоже едут на машине плюс когда ты путешествуешь на машине можно взять много всего собой интересного и намного полезных вещей чтобы там с тяжелыми рюкзаками не таскаться либо на месте не покупать что вдруг захотелось и собственно начинают рассказ о тех местах которые в крыму есть которые интересны начинаю с самого востока с города керчь и окрестностей в керчи мы были несколько лет назад причем три года подряд начинали знакомство с восточным крымом как раз когда вот можно было проехать на автобусе еще без железнодорожного сообщения от анапы или от краснодара и всегда казалось мне что от керчи это такой город портовый город промышленный в нем самом особо ничего интересного нет знаем что рядом с городом керчь город-герой есть район а джимушка и знаменитая джимушка и ские каменоломни это памятник подвигу наших солдат и местных жителей когда несколько месяцев по он там несколько тысяч если не 10 тысяч человек ушли вот в эти каменоломни спасаясь от фашистов и там выживали и сражались это чуть-чуть севернее города керчь располагается это местечко в самом городе есть музей старинного города понтикопей это причем самое интересное буквально недавно узнали керчь это самый старый город россии москве у нас все скоро 900 лет будет ярославль другие города садового кольца около тысячи лет плюс-минус там какие-то города постарше какие-то моложе раньше считал что дербент один из самых старых городов опять не мира вот но вы сейчас историки сводится что он возник где-то в пятом шестом веке то есть ему где-то около полутора тысяч лет а керчь по документальным данным смотрел в интернете хотя тоже боюсь ошибиться может быть это еще старше есть она 4 5 век до нашей эры такие две с половиной тысячи лет этому городу причем это как вот за документированный факт а возможно поселение было еще еще раньше город еще старше в самом городе керчь есть несколько пляжей вот повторюсь не никогда не думали что в самом городе можно отдохнуть комфортно можно снять жилье причем поскольку это город такой далек от основных курортов жилье там совсем недорогое можно снять гостиницу можно снять квартиру там или домик в частном секторе это совсем будет не обременительно для кармана финансовой стороны в самом городе есть несколько интересных пляжей основной пляж большой благоустроенный располагается чуть южнее вот как в пригороде вот здесь поселка шинцево там можно отдохнуть но я вам хочу рассказать еще о нескольких других вещах которые вот на других местах которые можно посетить побывав в керчи и там некоторое время на севере от города керчь располагается за поселком войкова львой кого войковом в честь нашего этого исторического деятеля располагается поселок курортная один из двух поселков которые так называется в крыму и рядом располагается озеро чокрак это соленое озеро летом практически полностью пересыхающие и покрывающиеся ровным слоем красивой розовой соли знают люди магазине покупает розовая соль гималайская стоит там буквально несколько тысяч килограмм есть черная соль там серая соль вот частности розовый тоже нас продают вот в поселке курортная это благоустроенный поселок сейчас с небольшими пансионатиками гостевыми давами это действительно курорт на берегу азовского моря деревня уже в которой люди построили достаточно большое количество удобных комфортабельных домиков там вы проживаете сзади дальше идет сад как его в обычной деревне дальше идет сад и дальше уже берег азовского моря то есть от места отдыха от кровати от комнаты до пляжа буквально где где-то может быть 10 метров где-то может быть 50 метров но не больше и это в самом поселке курортная и в на озере чок рак есть гривые ванны там знаменитая черная грязь крымская по консистенции она уже похоже на битум как правило там картинки тоже не сейчас будет следующий слайд туда люди приезжают принять эти ванны она находится через небольшую косу которая отделяет озеро от моря то есть люди пришли окунулись в эти грязевые источники намазались делали там все как какие-то там прим примочки еще что-то и дальше через какое-то время пошли купаться в азовское море смывать это все грязь потому что грязевые ванны принимают буквально несколько минут знаю врачи говорят что дольше там 20 минут получаса уже нежелательно будут уже больше отрицательные последствия для кожи и и дальше за озером чок рак вот здесь вот располагается природный заказник караларская степь и весь вот этот вот берег азовского моря называется генеральские пляжи по легенде там были какие-то воинские части закрытые не закрытые секрет не секретные и туда любила приезжать наше командование вот очень интересно красивые уютные места собственно вот что я хочу показать вот такие пляжи тянут тянется цепочка пляжей километров на 50 от казантипа вот до курортного туда вот очень удобно приезжать своей машиной можно оставить ее вот на верху там как правило пляже все отдельные друг от друга скалами либо это большой протяженный пляж несколько сотен метров либо это пляжик может быть протяженностью буквально сам 10-20 метров такой камерный пляжик можно каждому выбрать для себя лично что понравится с помощью машины можно набрать всякого вкусного полезного и поехать туда отдохнуть на день-два может быть три как а кому сколько понравится вот мы туда ездили три года подряд первый раз просто ездили на экскурсию посмотреть что это такое покупаться там пофотографироваться на следующий год приехали еще раз и ездили сюда на такси каждый день то есть жили мы в поселке курортная а ездили сюда это получается где-то километров в десяти от поселка вот через степь кто любит ходить пешком на дальние расстояния можно туда и пешком дойти но тогда с собой много не унесешь если на машине от или на такси можно накупить всяких вкусностей самое главное вот как право всем крыму главная проблема это вода но если на день там взять с собой если это уже с ночевкой то конечно же нужно это несколько больших бутылей либо канистр воды брать с собой поэтому машины крайне необходимо и повторюсь вот каждый выбирает себе какой-то уютный уголочек и наслаждается отдыхом очень интересно то что очень часто бывают в этом регионе высокие волны вот насколько раз были вроде азовское море мелкое и небольшое а шторм там был гораздо больше гораздо более сильный чем на черном море вот это уже все увидели как раз вот озеро чок рак она все истыкана старинными соляными столбами то что здесь был была добыча соли конь до середины двадцатого века потом уже от этого способа отказались пытались использовать использовать машины но решили что все таки есть соляные залежи более удобные более предназначены для добычи питьевой соли ну а это вот остался такой курорт в советское время там пытались построить пансионат и грязелечебницу но это идея там не возымела продолжение и сейчас там в одном месте располагаются руины бывшие вот этой грязелечебницы говорят сталинские времена там это действовал то есть в 50-е годы нет буквально после войны вот это знаменитые грязевые ванны люди там купаются очень удобно и интересно окунуться на плотность колоссальнейшие туда даже зайти сложно и просто сидишь грязь тебя вот это взвесь рапа держит там ни в коем случае не нужно нырять потому что моментально получишь ожог слизистый глаз вот аккуратненько зашли сидели дальше выходят все купаться в обычном азовском море вот эта картинка раскопок города понтикопей в керчи и аджимушкайские каменоломни музей посвященный героическому подвигу наш крымчан наших дедушек бабушек прадедов когда это не очень интересная экскурсия нужно обязательно посетить посмотреть местные экскурсоводы очень колоритно рассказывают про все вот эти трагические события великой отечественной войны это керчь восточный наш район крыма и едем дальше следующий крупный город после керчи у нас это феодосия знаменитый город основанный генуэзцами другими народами тоже там знаменитая генуэзская крепость кафа но я хочу вам рассказать не о феодосии музей грина музее знаменитый музей галереи айвазовского я хочу рассказать о том месте где можно интересно отдохнуть и устроить для себя пляжный отдых феодосии вы наверняка новости слушаете смотрите вот феодосии я никому не рекомендую именно вот придаваться пляжному отдыху потому что сам пляж там опять же значительной доли застроен не очень благоустроен но самое главное там не очень хорошие может быть на меня сейчас обидятся там местные власти скажешь там не очень хорошие там вопрос да 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 санитарные условия потому что в интернете вы постоянно выкладывают там идет сброс ливневки и даже вот тут блогеры там местные жители говорят что туда идет постоянный сброс канализации вода в феодосийском заливе не очень хорошие как правило местные и уезжают в соседние поселки буквально там в пяти десяти километрах от феодосии в сторону керчи еще есть несколько поселок там по-моему приморске или как еще называется по сейчас ошибиться там отдыхают люди потому что колоссальнейший огромный пляж прям когда рядом с автомобильной дорогой располагается можно приехать на машине можно приехать на местном наземном транспорте там отдохнуть в прибрежной зоне я вам хочу рассказать про поселок арджиникидзе располагается он в западной части феодосии за горами местные ну можно сказать холмики ведь можно даже пешком завершить такой поход экскурсию заодно по вот таким глиняным холмом и вы туда переехать на пригородной маршрутке ходят автобусы каждый час из феодосии в арджиникидзе и это вот очень интересный поселочек потелочек совсем небольшой но сейчас в последние годы очень хорошо развился там частный сектор построены комфортабельные гостевые дома мини-гостиницы и можно найти на любой кошелек там на любой ваш достаток желания жилье можно отдохнуть как совсем эконом классом потому что на окраине огромные гаражные кооперативы которые превращены сейчас такие вот не не мини микро пансионатики то есть на первом этаже это собственно гараж и наверху располагается маленькая комнатка но тоже есть все удобства вот это совсем такой самый бюджетный вариант дальше можно поселиться в уже достаточно дорогие хороших и там очень комфортабельно гостиницах можно снять квартиру это поселочек городского типа там есть несколько домиков разной этажности в основном это домики двух-трехэтажные советского периода когда особенно строился сам поселок в советское время он был закрытый закрытым потому что вот за этой горой располагался секретный завод гидроприбор гидроаппарат где разрабатывали торпеды сейчас завод к сожалению заброшен не функционирует но туда возят экскурсии в этой экскурсии можно прийти охрана и местные энтузиасты проводят каждый день экскурсии можно прийти на проходную с паспортом оформить пропуск там вот на несколько часов там и гуляете по вот этому полу заброшенному заводу какие-то там части этого завода превращены в декорации фильмов несколько фильмов снимали несколько сериалов последний сейчас боюсь ошибиться не буду называть название вот и часть территории сейчас там сдается под марину там стоянка яхт наших сильных сильных мира сего там такой тоже еще мини лазурный берег чем мне нравится арджоникидзе тем что вот спутниковый снимок то что здесь огромное количество пляжей в основном поселке вот здесь вот это бухта права то итальянское название здесь основной городской пляж там можно отдохнуть со всеми удобствами пляж благоустроен есть водные аттракционы буквально через набережную огромное количество кафешек магазинчиков причем цены совсем совсем невысокий то есть вот в отличие от ялты ничего пойти и он располагается знаменитые крымские столовые кафешки где можно просто дар зайти купить что-то себе перекусить буквально через 10 метров вернуться на пляж там сидеть и там употребить эту пищу там можно купить себе на напитки попить то есть это там если граждан никакой проблемы нет самое главное это не стоит там колоссальных денег что допустим там бутылочка лимонада будет стоить там 100 150 200 рублей вот также дальше продолжая основной пляж идут дикие пляжи они так называются вот за там они отдельные друг от друга маленькими мысиками и так называется там пляж 2 бухта 3 бухты 4 бухты 5 был и так далее то есть вот это все здесь маленькие маленькие такие или большие уже дикие пляжи каждый найдет себе место самом конце по традиции у нас люди определенной ориентации отдыхать правил на самой окраине и еще интересно обжиники за тем что воду это как правило песчаные пляжи там совсем немного гальки а с другой стороны через горы 0 божий надо больше холмами назвать огромное количество диких пляжей галичных там уже можем очень красивый пляж под седлом он маленький такой камерный вот располагается туда как правило люди идут с утра занимают место ну вот арджиники заинтересен тем что там нет совсем такого наплыва народа как правило весь народ отдыхает на центральном пляже на в городском а на эти дикие пляжи но люди в основном не ходят то есть как раз именно это место для дикарей любят полазить по горам там достаточно такие опасные тропинки лучше туда не ходить ни в коем случае там в босоножках на на шпильке обычной кроссовки либо удобные какие-то сандалии потому что можно поскользнуться можно удариться можно палец повредить вот такие небольшие пляжики и есть пляже даже с какими-то элементами благоустройства то есть там можно снять лежак можно взять в аренду тент кое-где точнее на одном из пляжей там местные устраивают но тут подобие водных аттракционов какие-то большие надувные аттракционы делают и прокат каяков осуществляет вот один год мы это видели там энтузиасты приходили все пытались организовать дело другие года этого не было вот и еще интересен арджиникидзе тем что если вы на своей машине можно совершить путешествие по всем близлежащим достопримечательностям если же нет но такси буквально совсем за небольшие деньги можно посетить все что располагается рядом с арджиникидзе а что располагается вот за горой располагается сама феодосия туда можно на целый день уехать на экскурсию посмотреть все достопримечательности музея можно также в другую сторону поехать в поселок коктебель там много интересных мест связаны с нашими литераторами с волошином с мариной цветаевой их музей там располагается собственно рядом с как ты белим одна из достопримечательностей находит вот здесь на горе могил максимилиана волошина и дальше за поселком коктебель располагается гора кородак и собственно кородакский природный заповедник там организовывать сотрудниками заповедника инспекторами экскурсия можно заказать просто экскурсию пройтись по территории там специально благоустроенная тропа которым можно ходить перемещаться там можно только вот по определенным маршрутам дальше это уже будет нарушение правил посещения этого заповедника а также рядом с самим заповедником на его территории в поселке курортная располагается музей этого заповедника там располагается небольшой дельфинарий и тут вроде ботанического сада там можно еще подчеркнуть для себя много всего интересного но и собственно сам поселок курортная то есть если кому-то уже надоел орджоникидзе с его колоритом можно переехать сюда и там снять жилье получается пожить с двух сторон от кородака от заповедника и от поселка коктебель ну и еще интересно это место тем то что в начиная с этих мест у нас организуют водные походы в крыму сплава на каяках можно как я уже говорил в орджоникидзе взять каяки но как правило берут их в коктебель есть несколько точек проката можно взять на час можно взять на 2 можно на день взять можно даже больше если самостоятельно вы хотите отправиться в плавание можно заказать водный поход экскурсии они есть двухдневные и есть одна однодневная когда вы с инструктором куда-то плывете в интересное место но рассказывает можно даже там ну можно заказать много дневные знаю самый большой по моему там до до 8 дней водный поход начиная короче длине от коктебеля джоникидзе и дальше до за судак плывут путешественники ну и вот собственно картинки то что я хотел рассказать это вот сам массив кородак вид с воды в солнце во время это во время рассвета освещается на территории самого кородака есть очень много маленьких пляжек в интернете есть карта можно посмотреть на что каждая бухта кородаки имеет свое название и еще интересно хотя это вот не рекомендуем делать можно найти на пляже полудрагоценные камни это мне не несколько бухт там в на территории кородак так называется сердоликовые там большая сердоликовые 1 сюда лико 2 сердоликовые вот там можно найти несколько агатов халцедонов мы вот не часто да если плаваем это маленькие камешки можно на пляже набрать как сувенирчики вот это как раз берем каяк и путешествуем но и знаменитые вот золотые ворота памятник скала с аркой куда привозят туристов в кородаке в курортном сейчас буквально там каждый день и каждый час организовывать водные прогулки в эти места чтобы там посетить посмотреть экскурсию послушать рассказ о самом заповеднике кородак какая там растительность кто там обедая обитает какая общая история этого места потому кородак это взорвавшийся вулкан и там очень много интересных красивых скал которые являются либо застывшими лавами потоками либо вулканическими бомбами и вот это въезд такая арка колоритная в поселок коктебель как я уже сказал там тоже очень много интересных мест как для просто туристов так и людей искусства так это у нас арджиникидзе следующий поселок следующее место который дали после феодосии идет это город судак начало уже южного основном начал южного берега крыма но тоже хочу вам рассказать не о судаке не о одном из самых таких элитарных мест отдыха в крыму не о поселке новым свет вот он у нас и знаменитый вот заказник новый свет а о соседнем поселочке поселки веселая вернее сам поселок находится вот здесь вот за на речной долиной который все засажены виноградниками он находится где-то в четырех километрах от берега от бухты бухта кутлакская названа по старинной крепости крепость кутлак а мне сяне тоже подробно расскажу вот можно остановиться в самом поселке несколько раз в день ходит автобус можно с утра взять все вещи закупить продукты взять воду с собой и поехать на пляж в поселке жилье гораздо дешевле но потому что собственно пляж располагается в нескольких километрах но можно остановиться и вот в таком поселочке который располагается на пляже там расположено несколько кемпингов баз отдыха достаточно хорошие такие солидные пансионаты и несколько старых пансионатов там или можно их назвать уже практически кемпингом где проживание стоит совсем совсем недорого но условия все удобства есть располагается несколько магазинчиков но поскольку это вот такое получается место отрезана от остальной цивилизации цены здесь доста достаточно уже большие в магазине если жить именно здесь то нужно конечно же я если их то хочется экономить то нужно ездить в поселок за основными продуктами за за какими другими вещами которые нужно купить поэтому здесь идеально это место для отдыха на со своим автомобилем дальше вот здесь вот в сторону продолжается пляж в этом если стоять лицом к морю по правую руку начинается огромный автокемпинг пляж куда люди приезжают на своих автомобилях выставляют палатки ставят тенты и там в прошлом году был целый автогородок от пляж продолжается почти на километр и вот везде люди находят себе место там ставят машину на стоянку устраивать себе отдых по своему желанию вот здесь вот на горе располагается как я уже сказал остатки крепости кутлак сейчас ее не начали восстанавливать такой благоустроенный фундамент этой крепости или элементы силуэты крепостных стен там есть такой старинная там это не генуэзская не турецкая крепость старинных местных жителей но и еще 2 интересно то что из поселка веселая можно также как из нового света устроить поход в собственно сам заказник новый свет он не заповедник он на нацпарк считается тропа идет по берегу и выходит на саму знаменитую голицын скую тропу вот здесь 22 прошу прощения две достопримечательности этого собственно заказник новый свет долина ада долина рая здесь вот около пика космоса там располагаются знаменитые лестницы тавров адамова ложа в интернете можно найти картинки посмотреть интересно такие колоритные места и три бухты самого нового света бухта зеленая на названы эти бухты по цвету воды бухта зеленая это сам поселок новый свет бухта синяя это основной маршрут голицынской тропы здесь вот грот голицына тут мыс капчик здесь тоже есть несколько диких пляжей куда можно добраться только на лодке как правило либо если люди берут каяк с собой туда заплывает отдохнуть или просят местных на катере завести их сюда на день покупаться в абсолютно чистой воде потому там на этом пляже буквально человек 10-15 сидит отдыхает они туда на несколько часов приплыли бы кто-то даже может быть вплавь вещи собрал в гермомешок сам вот так поплыл кто с ластами особенно здесь хорошо плавает перетащил отдыхаешь на пляже сидишь вот вот здесь вот он находится вот там маленький пляжик и грот интересный сквозной грот знаменитый через мыс капчик с одной стороны к нему подходят тропа который у голицын по повелению голицына была благоустроена территория там сейчас закрыли проход для безопасности железной решеткой но вот со стороны синей бухты туда можно зайти с воды или заплыть интересное место то что там живут летучие мыши их очень много интересное место открыто и там совсем не какая-то заброшенная далекая пещера можно зайти посмотреть как от летучие мышки там живут и самая знаменитая бухта голубая где располагается царский пляж куда возят экскурсии водные из вот кутлакской бухты из веселого основном из нового света или судака сейчас на больших бананах которые уже там не одинарные а там двойные тройные насадится там человек 30 довозят экскурсии на несколько часов рассказ также по там специальные целый гид на этом надувном банане раз проводит экскурсию рассказывает о всех местах достопримечательностях к этом природных объектах которые видно на берегу и здесь организовывается купание в этой бухте пройти можно как я уже сказал по берегу по хорошей натоптанной тропинки которые переходят в тропу голицына вот здесь она у нас идет по заказнику дальше вот это мыс капчик и вот здесь вот по берегу синей бухты где грот голицына где шаляпин для них пел и там винный погреб располагается еще остатки этого винов погреба в пещере так ну и еще интересно то что вокруг всего вот это вот кемпинга либо с пансионатиками либо автокемпинга располагает виноградники то есть можно тоже если это осень можно когда виноград уже созрел можно подойти сорвать себе веточку такой интересный бонус отдыха в этом месте вот картинки еще интересный момент то что если люди любят уже по путешествовать по горам совершать небольшие восхождения там совершать теренкуры можно совершить восхождение на караул абу вершина одна из гор как раз заказника новый свет горная тропа совсем не сложная высота караула бы это 300 около 300 метров над уровнем моря подъем занимает буквально для подготовленного человека где-то полчаса может быть даже меньше для не не подготовленного около часа свободно медленным ходом никаких элементов скалолазания не нужно использовать и дальше можно пройти вот здесь самыми разными тропинками их нам сотни располагаются если там не тысячи даже на каждый путешествует кажется тропинку прокладывает можно пройти за заказник новый свет до горы перчем одна и самая высокая гора этой местности высота 600 метров и дойти уже до города судак то есть можно совершить такой поход горный уже там по самым разным перевалом вершинкам и протяженность вот этого похода будет где-то в районе 15 километров то есть любит совершать пешие походы и небольшие восхождения это отдых в районе города судака восточный крым начала южного берега крыма двигаемся дальше что у нас дальше идет после судака начинается большая алушта подробно рассказывать не буду здесь вот как картинки я не делал про это место но многие знают том что есть сама основная алушта есть на поселок рыбачий есть малореченской другие поселки это уже наш классический южный берег крыма десятки и сотни пансионатов новых старых советских новых российских частный сектор это но уже то место которое многие знают наметый профессорский уголок дальше идет за алуштой поселок порты нит с одной стороны горы аюдак медведь горы тоже уже благоустроенный курорт дальше начинается большая ялта тоже знаменитый даже не души там ни один знаменитый курорт начинается с гурзуф и заканчивается форосом рассказывать про многие места не буду но как раз вот про места в ялте я хочу некоторые вам показать вот эта картинка поселок мисхор или криз слышали наверняка место интересное тем то что она располагается практически в середине провиси в центре большой ялты однажды в интернете прочитал такой факт что мисхор является самым теплым местом юбка если кто любит там потеплее и покомфортнее можно там остановиться тоже огромное количество пансионатов один из главных пансионатов поселка мисхор так называется пансионат санаторий айпетри несколько высота который располагается прямо на берегу моря имеет собственный пляж основной парк в мисхоре где располагается знаменитый дворец на чего там тянут дюльбер но мисхор для меня в большей степени интересен не как объект для пляжного отдыха а место для путешествий летом конечно же если мы отдыхаем в июле в августе это основном пляжный отдых но вот если это у нас весна если это у нас допустим мая июнь там или сентябрь можно уже совершить несколько пеших прогулок пешек походов и вот здесь вот нашел интересную картинку в интернете то что из мисхора у нас есть несколько троп в горы и сам наверху дальше идет сосредоточение горных троп вот красным цветом и синим цветом обозначены так называемые мисхорские корейские тропы на айпетри интересно то что можно совершить восхождение на гору айпетри вот здесь вот знаменитая корона зубцы айпетри и канатка которая идет от алубки канатка идет вот здесь вот так вот проходит можно совершить восхождение прям с берега мы отдыхали лет пять назад весной в крыму и вот совершили как раз восхождение вот начиная с пляжа проходили через поселок мисхор и переходя вот здесь самый верхний это вот нас получается по моему севастопольская шоссе называется через мисхор проходит целых четыре шоссе одно называется алубкинская другой называется южнобережная другой называется ялтинская другой называется симферопольской на каждый на своем уровне поселок такой очень можно сказать горный на разной высоте в некоторых местах даже на улочки превращены в лестнице на поселок отличается большой ярусностью и вот здесь вот на границе леса и поселка начинаются горные тропы можно по хорошей благоустроенной тропинке дойти до подножья горы ай-петри здесь вот маленькая гора называется малая петри и дальше тропа поднимается 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 также зигзагом получается серпантином почти до самого верха поднимаетесь до как там базового лагеря перед вершиной ай-петри на плато раньше там располагался рынок сейчас поскольку это является территорией заповедника несколько лет назад там в интернете есть сведения территории расчистили там снесли лачуги местных жителей магазинчики сейчас это благоустроена территория есть там несколько кафешек и даже попытки вам построить опять пансионаты и начало эко тропы на саму вершину ай-петри зубцам вершина и петри это уже закрытая территория заповедника куда нужно заходить покупая билеты плюс вот еще один важный момент то что с этого года в интернете прочитал информацию то что многие маршруты в крыму тоже стали платными и в частности вот эти тропы у них тоже сейчас инспекторами заповедника взимается плата какие-то имеют вход там в частности вот плато ай-петри зубцы по моему 300 рублей вход на экотропа пока по моему около 50 рублей всего лишь вот сейчас надо 50 рублей но вы лучше этого не делать потому что если инспектор поймает без разрешения без пропуска то можно уже гораздо более серьезность трав получить вот это тропы с берега на вершину ай-петри как я уже ранее говорил там много интересных исторических объект много географических объектов не только сами зубцы но и несколько пещер которые можно посетить одни доступно для осмотра другие требуют уже снаряжение собственные инспекторов и проводников но а дальше то что на плато ай-петри начинаются другие тропы можно совершить интересный поход поднявшись по вот этой тропе пройдя несколько километров по хороший ровно благоустроенной дороге но самое петре и дойти до тропы которая опускается в ялту и опускается к водопаду ученцу вот голубым из подсвечена так знаменитая тракторская тропа названа в честь вот таких вот красивых останцов скала станцов под воздействием там водной воздушной эрозии скалы размылись и образовался того красивый гребень вот это вот основной склон горы поросшей растительностью очень колоритность это можжевельники сосны и вот стоит такая скала она протяженность этого гребня там несколько сотен метров высота мне до около 50 метров и тропа идет вот по его подножью с той стороны то есть идешь вот такой красивый ложбинки каньона рядом с тобой вот это скала располагается вот и дальше идет переход вот этой тропы она спускается к водопаду ученцу несколько других уже ялтинских троп знаменитая штангеевская тропа которая и идет практически параллельно пост горизонтально по склону горы и в некоторых местах она имеет фотография будет необычное место то что идешь по ответственному уклону даже это выбито собственно тара тропа благоустроена еще была в 19 веке и там даже там как бы выбит такой проходик в горе в горе чтобы можно было безопасно братья и другие еще тропы там ставри кайская тропа боткинская тропа знаменитые ялтинская и вы выходите по ним уже в пригород города ялты в районе знаменитого за парка за парк сказка где тигры прочие животные в ялте живут вот это поселок новый свет вот это собственно одна из точек так красивых на тропе мисхорской так называемая сосна самолет когда уже поднимаешься практически на самый верх вот там перед тобой уже вид открывается на эти зубцы и буквально там в нескольких метрах у тебя вот этот кордон заповедника и кафешки вот такое видовое место вот собственно алубка и поселок мисхор здесь вот и это ответственная стена обрыв горы а петри интересен еще маршрут тем то что идешь практически всегда по краю горы ты поднимаешься поднимаешься тропа вроде удобная хорошо размечена расчищена а вроде вот если от на отойдешь буквально наклонишься через метр видишь на 10 обрыв который там больше полукилометра протяженностью интересно для любителей острых ощущений так или пофоткаться но нужно соблюдать всегда меры безопасности ну еще чем интересен как вы сказал мисхор то что можно не обязательно не обязательно лезть в горы совершать восхождение можно попутешествовать по тропинкам которые идут по берегу если пойти в левую сторону от поселка мисхор можно попасть в олубку и знаменитый воронцовский парк воронцовский дворец если пойти в другую сторону по дороге по тропинкам можно дойти до поселка гаспро и до другой достопримечательности все это и узнаете это знаменитый ласточное гнездо ресторан в виде замка иницианского вот картинка вот это знаменитая штангеевская тропа вот на этом снимке тропа уже более лучше видны вот голубая это тракторская тропа вот это штангеевской красная тропа это боткинская тропа то есть получается такая единая замкнутая цепь которым можно там гулять и три километра и два часа и 10 километров и 10 часов то есть можно это те кто любят завершать пешие походы и дальше от ласточкиного гнезда из поселка гаспро начинается еще одна интересная тропа может быть слышал до солнечная тропа от верхних террас поселка гаспро вот ласточкино гнездо она на утесе находится на берегу а дальше вот где основная трасса находится основной поселок там начинается вот эта солнечная тропа идет по очень красивым живописным местам и заканчивается в ливадийском дворце в поселке ливадия и прям на углу вот этого ливадийского дворца все наверно знают это достопримечательность чем она связана располагается к камень и указатель этой как раз солнечной тропы там такая стилизованная карта всего маршрута протяженность его по моему около пяти километров по моему боюсь ошибиться но совсем не сложно это маршрут очень красиво потому что по маршруту несколько видовых площадок можно посмотреть покрасоваться на сверху на старинные дачи старинные вот эти дворцы южнобережные ну для себя подчеркнуть чего-то интересное это у нас получается большая ялта еще одно место в юбка и прошу прощения южном берегу крыма дальше после поселка форос наш южный берег крыма заканчивается после байдарского перевала дорога на севастополь уходит в материковую часть от берега и дорогу маршруту преграждает заповедник а я заповедник называет так место в заповеднике называет затерянный мир там по вершине горы есть несколько пеших туристических маршрутов там как раз в бухте ласпи начинается так называемая большая севастопольская тропа когда можно дойти от фороса прям до центра севастополя вот но я хочу вам рассказать еще в одном месте который располагается за наповедник моя это у нас балаклава район пригород города севастополя имеющий свою историю связанная с историей крыма с крымской войной с освоением советским союзом этих мест и балаклава знаменита своими дикими пляжами собственно балаклава это протяженная бухта одна из самых удобных получается и марин на побережье крыма всегда использовалась как порт название собственно балаклава появится это рыбацкая бухта балык это нас рыба рыбная бухта и как место достопримечательность балаклаве есть там крепость но как в других городах крыма и генуэзская крепость знаменитая крепость чем бала на горе рядом с поселочком можно туда подняться и заказать экскурсию посмотреть достопримечательности вот но если вы любите как раз именно пляжный отдых можно посетить дикие пляжи в самой балаклаве есть конечно небольшие участки где люди купаются но как правило это в основном это марина это порт где стоят катера яхты большие маленькие место для купания там не место не очень хорошее но все местные жители кто там отдыхают совершают водные экскурсии на пляже которые располагаются рядом вот здесь вот по всему побережью до заповедника вот мы своя располагаются несколько пляжей который называется серебряный золотой пляж можно пройти до них по берегу но это достаточное время занимает и нужно идти по тропинке до первого пляжа где-то километров отличная масштабная как раз линейка есть мы это идти до километра три до самого дальнего там может быть чуть ли не все 10 идти километров и как правило вот эти пляжи они заняты дикарями люди туда приезжают с палатками живут день два неделю а кто-то и больше и вот собственно вот в этой части располагается знаменитый пляж инжир многие слышали это место дикарей в 90 в конце 90 в начале 2000 боюсь ошибиться у нас даже сняли кино дикари про людей которые там отдыхают а вы очень интересный необычный фильм красиво сняты с гошей куценко в главной роли он там как раз является главным героем зовут его там ай-яй в честь вот заповедника а я здесь очень много отдыхающих самой разной культурной и религиозной и прочие составляющие то есть это вот именно рай для дикарей то любит вот такой отдых относительно благоустроенный комфортабельный отдых как я уже говорил это вот на вот этих пляжах с серебряным и золотом и главная достопримечательность балаклавы вот в эту сторону за вот поселком на вид этой гора метилина располагается пляж васили в прошлом году на одном из форумов мы прочитали то что это самый чистый самый хороший пляж за один самый красивый в крыму пляж васили сюда ходит каждый час теплоходе из балаклава ну как правило там хорошо развит водный транспорт то что всех туристов на теплоходах развозят по вот этим пляжем одни катера идут в эту сторону и вот практически там каждые полчаса каждый час ходит корабль до пляжа василия если кто живет в балаклаве ли приезжающие с севастополя за собой берут вещи садятся на корабль и уплывают на этот пляж на целый день там отдыхают вечером на кораблике возвращаются обратно кто живет в балаклаве идет домой кто живет в севастополе за садится на маршрутку и буквально там через 10 минут вы уже в городе севастополь очень интересный красивый колоритный пляж это еще одно место получается тоже южный берег но как мне курорт юбка идем дальше берег южный у нас еще не закончился следующий она вот прошу прощения вот картинки балаклавы вот собственно панорама самой бухты небольшой кусочек этой крепости сама фотография крепостных стен сейчас они активно реконструируются восстанавливаются в балаклаве и знаменитое место музей в поселке это секретная советская база подводных лодок который располагается в горе вот этой в интернете нашел схему вот здесь один вход с воды в этот бункер с другой стороны за бухтой располагается второй как бы вход выход закрыта они такими огромными бетонными что творится это мне не не ворота это плавучими такими до доками или как это назвать защита была вот этого бункера для подводных лодок лодки могли сами зайти даже от прямого попадания атомной бомбы то есть там можно было укрыться даже вот от прямого попадания ядерной ракетой настолько это все было можно сделано сейчас это музей там можно заказать экскурсию проводит рассказывают о временах холодной войны черноморском флоте о том как вообще этот музей устроен что там интересного также чем он уникален то есть подробно об этом рассказываются вот но идем дальше искал вот пляжики в балаклаве вот пляж василии вот так он выглядит нам уже и все благоустроенный кафешки на навесы тент и лежаки все это есть вот это пляже инжира так они выглядят достаточно большое нагромождение камней вот здесь это участок золотого пляжа в балаклаве следующее место мыс фиолент можно сказать уже оконечность южного берега дальше идут городские кварталы и пригороды города севастополя и район херсонеса но вот мыс фиолент мне запомнился и понравилось тем то что это тоже отличное место пляжного отдыха огромнейший частный сектор здесь несколько десятков дачных поселков можно снять домик можно снять комнату можно снять целый участок поскольку это получается не и южный берег крыма не юбака не ялта не алушта цены совсем но на проживание совсем невысокие вот мы планировали поехать в этом году в августе может быть даже и поедем снять участок вот вот в этих местах здесь вот не в самом-то уже описано месте как можно было за полторы тысячи это целый участок это проживание на сутки если там на неделю соответственно одна цена если кто-то едет на месяц там буквально можно за тысяч 15 снять на месяц весь участок хоть на хоть картошку сажать хотя там конечно же из и почва не то и опять же проблем с водой вот достоинства жизни в частном секторе то что тебя окружают заросли инжира винограда других медорасительности яблоки местные вот и как правило у кого снимаешь и местные жители это все мы там сливы абрикосы этом вот можно брать бесплатно то есть вот ты снимаешь жилье местные жители пожалуйста я говорит вот вот пожалуйста вот угай угощайтесь там уж там не не машина заберете всего а вот можно всегда все это попробовать деликатеса вот и подходишь некоторых дат не представляет там как вот фига растет это инжир то что продает в магазинах а вот он вроде это дерево как раз вот вот этот наш фикус и вот эти инжири на нем растут так чем повторюсь интересен фиолент тем то что здесь очень красивые пляжи и чистейшие пляжи один из них даже называется когда крымской баунти одно из названий было вот сейчас я вам эти картинки покажу вот так выглядит фиолет с сюда с самолета главная фишка этого места то что это очень такой высокогорный гористый участок все пляжи располагаются у подножья очень высоких сложных уступов вот для того чтобы добраться до вот этих всех пляжей нужно совершить такое небольшое иногда героическое на не очень путешествие вот два пляжа нам благоустроенная вот этот пляж и специально такой взял без отдыхающих без вот этих всех тентов то яшмовый пляж располагается он на южной части в юго-восточной части мы со фиолент самый с вот он здесь вот располагается вот этот яшмовый пляж наверху на ним располагается монастырь и монахами еще в средние века были в скале вырублены ступеньки либо сделаны из белого камня и вот до сих пор уже на вот удается лет 300 наверно точно эти ступеньки используются знаменитая лестница 700 ступенек в разных источниках там на магнитик и даже делаем и там фото и вот каждый раз ходили считали да кто-то на 800 насчитывает там чуть ли не 1000 насчитывает там они пара и каждый раз еще его ремонтируются там монахи сами это все делают там когда и больше становится меньше располагается вот здесь вот пляж очень большой благоустроенный но половину пляжа занимает секретная военная база разделяется ответственной скалой вот здесь вот где люди любят фотографироваться то что получается небольшие подводные гротики туда можно зайти а дальше за эти гроты уже зайти нельзя там располагается в какой-то секретный подводный или надводный объект и там дежурят спецназовцы если вы туда зайдете буквально через минут пять к вам подойдут товарищи в форме и вежливо попросит уйти именно если вы не уйдете вас вынесут прямо в прямом смысле вот с другой стороны тоже располагается какой-то вроде вот военный объект потому что вся эта территория во времена собственно советского союза была с секретными военно-морскими базами но пляж хороший красивый благоустроенный плюс рядом дальше продолжается протянулись на почти целый километр маленькие бухточки то есть люди опять тоже если кто-то путешествует со своей лодкой если вот тоже и вы едете в крым на машине рекомендую всем взять собой надувную лодку можно в любом месте на пляже и и надуть и уплыть в какое-то красивое место куда просто вплоть не не доберешься либо нужно заказывать катер это будет соответственно стоит денег а так самостоятельно делать можно выбрать для себя совсем маленький микроскопический пляжик буквально там два на три метра и там уединенно отдохнуть это яшмовый пляж вот 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 здесь собственно отдыхать можно а вот с той стороны вот за вот этой вот скалой забыл как она называется какая-то такая прям как свечка стоит пик причем это вот вулканический пик то есть это вот этот канал магма который застыл там вот этот военный объект второй пляж который тоже благоустроенный называется диана крот дианы пляж расположен с двух сторон от вот такого вот край красивого мыса внутри которого располагается арка суда приплывают водные экскурсии один час там фотографируются люди плавут туда на каяках на матрасах очень красиво живописно проплыть через эту арку она как раз имеет размеры вот примерно вот арку который вот здесь у нас в зале находится на метра 3-4 шириной небольшая лодка или каяк там спокойно проходит по обоим сторонам от этого мыса располагается два пляж расположен два пляжа один располагает называется царский пляж на чтобы не спуститься там когда вообще самый удобный пляж там там сделали лестницу современной лестнице там уже около двухсот ступенек там никакие не 800 и причем это хорошая удобная металлическая лестница с другой стороны так называемый пляж каравелла там располагается старинная база отдыха каравелла и там тоже благоустроенный спуск не такой как на царском пляже но тоже достаточно удобно и дальше тянутся огромное количество уже малоизвестных незнакомых пляжей бухта александрами называется бухту у маяка есть вот одна из них вот эта знаменитая как раз вот бухта баунти все эти пляжи отличают красивая береговая линия труднодоступность раз и вот такой вот кристально чистая вода 1 1 из самых чистых получается меня место она сам чистых вот в крыму мы отдыхали сравнивали как раз турции там с другими местами на нашей планете очень красиво красочно вот эти все получается такие бирюзовые разводы это песчаное дно можно нырять маской можно просто нам плавать можно если там люди занимаются сноркеллинга можно нырнуть посмотреть полюбоваться что там на дне находится огромное количество затопленных камней микро скал и можно посмотреть там полюбоваться живностью местные в один раз мы здесь даже осьминога видели как он там оказался и глава вилле ловили такой маленький вот как раз где где царский пляж и ну огромное количество вот морской живности вроде как все говорят и черное море не красная но он там можно посмотреть полюбоваться и на на рыбу иглу и на саргана и на барабуль и на камбалу на кефаль который на рынке все что на рынке продается как раз тоже можно купить приготовить можно здесь полюбоваться в дикой природе некоторые как раз сюда на подводную охоту приезжает очень много раз видели отдыхающих как раз аквалангами с водными ружьями это вот район фиолента место где можно отдохнуть и где манку и прошу прощения 5 уже начинаю заговариваться под вечер хорошо провести пляжный отдых так собственно все большое спасибо лекция подходит к концу и и и и и Продолжение следует...